1 марта отмечается Всемирный день гражданской обороны. Ему посвящены ряд мероприятий в школах и организациях города. Это ролики, викторины, конкурсы и экскурсии. На экскурсию в управление ГО и ЧС побывали ученики 8-й школы. Первым делом ребята посетили противорадиационное убежище. В мирное время здесь находится пункт управления города. Школьники примерили на себя роль членов комиссии по чрезвычайным ситуациям, которым при угрозе приходится принимать важные решения. После этого группа посетила диспетчерскую, куда стекаются все звонки с номеров служб экстренного реагирования. Именно отсюда диспетчеры регулируют работу скорой помощи пожарных и полиции. Чтобы дети видели, что это очень серьезно, что операторы постоянно заняты на обработку вызовов необходимое время, чтобы вызвать все службы, направить службы для оказания помощи. Если они просто будут баловаться, просто своевременно кому-то не будет оказана помощь. Практически все школьники даже не предполагали, что работа экстренных служб настолько отлаженная система. Меня больше всего удивило, что у нас есть все-таки какое-то убежище для министерства чрезвычайных ситуаций. Я не знаю, я думаю, что у нас просто такой вот кабинет. Их работа очень трудная, потому что могут оказаться фальшивые звонки и на каждый из этих звонков они обязаны ответить. Поэтому такие звонки, которые шутные, очень усложняют работу. Школьники, для которых звонок по телефону 112 может казаться безобидной шуткой, своими глазами увидели, что работа диспетчера требует максимальной концентрации и ответственности. Что на каждый звонок служба реагирует оперативно и ложный вызов может стоить не только штрафа, но и чьей-то жизни.